Вечер во Владимире продолжает Телефорум. Сегодня для вас проведу его я, Елена Панина. Здравствуйте. Мусорное дело, так называется наша тема сегодня. Буквально год назад в этой студии мы обсуждали выборы регионального оператора. Потом целый 2020 год периодически мы поднимали в этой студии мусорный вопрос. Не всегда и, скорее всего, чаще всего граждане, которые звонили нам, те гости, эксперты, которые приходили к нам, говорили о том, что не все хорошо с мусорными операторами, не были граждане довольны их работой. Но казалось, что систему не изменить, системой бороться невозможно. Конечно. Однако сегодня уже у нас в городе Владимире есть прецедент, что получилось доказать, какой суд удалось выиграть, сегодня расскажут нам наши гости. Ну и вновь мусорный вопрос в Телефоруме. 44, 40, 47 телефон для связи со студией. Напоминаю, эфир прямой, поэтому звоните. А я представляю наших гостей. У нас сегодня в студии руководитель ЖКХ «Контроль» Альберт Руссанин. Здравствуйте, Альберт Руссанин. И жительница города Владимира Светлана Стрельцова. Светлана, здравствуйте. Итак, Альберт Руссанин, давайте, чтобы было нашим зрителям понятно, о чем мы будем говорить, что рассказывать, в общих чертах, что же... Мы, конечно, об этом говорили уже в новостях, я думаю, многие граждане уже знают, но, тем не менее, давайте еще раз расскажем нашим зрителям. Ну, у нас сегодня, будем считать, что праздник у всех жителей Владимира, города Владимира праздник. Почему? Потому что долгая история практически с начала запуска мусорной реформы в городе Владимире, наконец-то, завершилась хотя бы маленькой, но победой. И сделала ее простая, обычная женщина Светлана Дмитриевна Стрельцова с улицы Луначарского. При этом мне вот вдвойне как бы приятно, что вот нас, простых Владимирцев, как правило, очень часто вручают, помогают сибиряки. У нас Слава Владимировна из Сибири, из города Воркуты. Это республика Коми, это не Сибирь, это Сибирь. Не Сибирь, то есть это республика Коми. Ну, вот из Сибири с Уралом будем считать. У нас, да, у нас все, что за Уралом, это Сибирь. Сибирь, да. Вернее, полярный Урал. И для меня вот как бы, ну, наверное, в определенных ситуациях, когда мы проигрываем процессы, не секрет, что мы проиграли процесс по тарифу, по обжалованию тарифа, мы проиграли процесс по оспариванию территориальной схемы, мы проиграли тариф в первой инстанции по оспариванию нормативы такого. Здесь, благодаря вот упорству, воле, наверное, желанию Светланы Дмитриевны удалось победить систему, я считаю, что удалось доказать, что люди имеют право на справедливость, имеют право на защиту своих интересов. И при этом, хочу обратить внимание, это произошло не в суде первой инстанции, который не встал на сторону простой жительницы города Владимира Светланы Дмитриевны Стрельцовой, а уже в Владимирском областном суде, где суди действительно захотели разобраться с ситуацией и определили, что необходимо защитить интересы Светланы Дмитриевны, а получается на ее примере интересы всех жителей города Владимира. То есть в чем вопрос на самом деле? Мы все прекрасно помним, что сначала запуск мусора на реформы на протяжении четырех месяцев у нас, во-первых, мусор нерегулярно вывозился, и второе, соответственно, это пустыр, который должен был ехать на станцию сортировки, где сортироваться на мусор, который поедет, сразу захоронится на полигон, и сортироваться на мусор, который поедет на переработку. Это у нас пластик, железо, бумага, которые пойдут во вторичную переработку. А вот четыре месяца сортировка не работала. Соответственно, за это время услуга не оказывалась, но при этом стоимость этой услуги в тарифе, который мы платили, существовала. Соответственно, Светлана Дмитриевна посчитала, что мы платим, услуга не оказывается. Она обратилась в суд. Суд шел полгода. Суд посчитал первой инстанции, что платить мы все равно должны, даже если услуга не оказывается. И только судей благодаря принципиальной позиции Владимирского областного суда удалось доказать, что да, житель имеет право не платить за эту услугу. И соответственно, житель имеет право на перерасчет стоимости платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. И соответственно, мы считаем, что маленькая победа, Светлана Дмитриевна, это на самом деле победа всех жителей города Владимира. И при этом самое интересное, это только первая победа. У нас борьба-то будет продолжаться, как сказала Светлана Дмитриевна. Итак, Светлана Витальевна, давайте расскажите вы, с чего все началось, почему решили обратиться в суд? Ну, конечно, до суда была большая еще дорога жизненная. Во-первых, я обратилась к биотехнологии, когда узнала о том, что у нас сменился, значит, на трудовом фронте, как сказать, поставщик услуг. Вот, я сразу же поехала на улицу Мира, обратилась, там меня подала заявление о том, что в течение уже четвертый месяц, тогда это был январь месяц, где-то середина января, мне дали отворот, мол, никогда, значит, перерасчета вам не будет, и вы напрасно-то пишете заявление. После этого я обратилась в жилищную инспекцию, в прокуратуру, два раза была на митингах, узнала всю вот эту подобную, я не вникала в эту жизнь мусорную, будем говорить так. Вот, и везде отказ получила, обратилась в федеральные органы, конечно, которые мне уже дали направление, обратилась в общественную организацию, вот представители этой общественной организации, КЖХК-контроль. И, кстати, еще до мусорной реформы я обращалась к ним, они мне помогали в других вопросах. Вот, и только после этого я решила обратиться в Октябрьский суд. Вот, я благодарна даже суде, вот она вынесла такой отказ мне. Много ли заседаний было, прежде чем отказать? Да, это был июнь, июль, и август. Вот, считайте, в течение трех месяцев у нас, по-моему, было четыре заседания. А вот на чем основано решение, то есть по какой причине написан отказ, то есть чем объясняется? Ну, то есть ваша позиция понятна, нет услуги, нет оплаты? Мало того, что сама судья, она ведь тоже живет в городе Владимире, и я думаю, что ей тоже было не очень удобно мне отказывать, и она понимала и сказала об этом, что какое бы она решение не вынесла, то и обе технологии имеют право жаловаться, и я имею право обратиться. Безусловно, я и на том суде сказала, что Октябрьский суд, это еще не точка. Тогда они на следующее заседание о биотехнологии... Представители о биотехнологии приходили на суд? Приходили с двумя потом адвокатами, один уже не справлялся. А, то есть первое заседание, один адвокат... И второе, и второе заседание, и настолько уже, я вот считаю, они потонули во лжи. Вот что меня возмутило, что врать судебным органам, это, вы знаете, это бесстыдство. Но, видимо, настолько вот радость, вот этот поток денежный, знаете, когда идет десятки миллионов рублей, как же, зачем давать перерасчет, а вдруг все владимирцы будут требовать. Вот это меня задело. А что, биотехнологии говорили о том, что они услугу оказывали? Да, а оказывали услугу, что я, значит, отнимаю время напрасно у судей, что, значит, доказать нельзя, потому что я не представила акты от жилищной... От управляющей организации? От управляющей организации, которую трижды приглашали в Владимирскую управляющую компанию в суд, повестку, но они не ответили. Мало того, ни один телефон ООО биотехнологии не отвечал. Вы понимаете, вот такая вот ситуация, вот как может горожанин, вот что думать о власти? А я расскажу, как они думают. 20% приходят на голосование. Вот это мне тоже считаю неправильно, потому что люди уже потеряли доверие к этой власти. И если у нас вот только ходит Единая Россия за себя голосовать, то дай им Бог здоровья. Давайте вернемся к суду. Итак, Октябрьский суд. Несколько заседаний, два адвоката против жительницы города Владимира. Биотехнологии, ну точнее адвокаты биотехнологии заявляют о том, что... Нет акта о том. Нет доказательств. Доказательств. То есть акта, который должна была сделать управляющая компания. Она не являла, она не отвечала. Некачественное выполнение услуг. Да, да, да. Не только некачественное, а вообще не выполнение. И своевременное выполнение услуг. Когда вот представили им фотографии, весь город был усыпан. У нас вот я из телефона убрала эти фотографии. Думаю, и так доказательств много. Люди обращались в прокуратуру. Как в средствах массовой информации весь январь эти фотографии облетели. Ну я не собирала их. И вот когда судья мне попросила предъявить, представители ООО биотехнологии сказали, фотографий нет, даты нет. Значит, вот понимаете, вот такое вот бесстыдство. Просто бесстыдство. Итак, сколько заседаний? Четыре? Ну три точек. Четыре на четвертом уже мы, да. Вынесли решение в иске отказаться. Да. Ну ничего, я этого ожидала. Знаете, как я ожидала? 50 на 50. Потому что, видите, доказательства нету, актов нету, которых вот могли доказать, что управляющая компания. Причем, вот начиная с января месяца, примерно с 10 числа, вот как лежали рядом мешки с грузом, так их убрали только в октябре месяца этого года. И все время ООО биотехнологии говорили. А убирать контейнерные площадки должны управляющие компании. И вывесили телефон. Наши жители звонили по этим телефонам. Там секретарь отвечала, да нет, мы не в курсе дела. Вы понимаете? То есть они не в курсе, что они должны убирать, они не в курсе, что есть мусор? Нет, да, что они не должны, это должна убирать биотехнология. И вот на суде даже споры вышли. Вот эти адвокаты биотехнологии утверждали, что это не их вопрос. И вот до настоящего времени, вы знаете, если контейнер не переполнен, ну полный просто, да, и вот лежит мешок, они его не уберут. Они уберут только контейнеры, а эти мешки, даже вот стекло разбитое, пришлось вот собирать, потому что и животные могут пораниться, и кошки даже. И вот, понимаете, кто должен это делать, и почему раньше был такой порядок, что я была поражена, я всем говорила в другие города своим знакомым, вы знаете, как у нас убирать, я удивляюсь. Вы знаете, вот рабочие приезжали, я не знаю кто, нету там было, ну не смотрела. То есть вы имеете в виду, когда был другой рекопират? Да, 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 и это длилось очень долго, года, наверное, два, вот я как думаю. Вы знаете, подъедут, я удивляю, думаю, почему они фотографируют? Они фотографируют, что было и что все подметено. Ни одного мусоринки, я поражаюсь. И увеличить цену в 3-4 раза... То есть было чисто, цена была в 4 раза ниже? Да, 4 месяца ничего не делать. Вот скажите, какой русский человек может это выдержать? Объясните. Я не могу этого понять до сих пор. Итак, вы не стали останавливаться на недостигнутом? Как можно остановиться? Тогда не надо начинать. Вот, вы знаете, я понимаю так, что ведь не пуп земли этот Владимирский суд. Не пуп земли. У нас есть еще верховные суды. Нет, ну сейчас вы подали в суд высшие инстанции. Совершенно спокойно, совершенно спокойно. Вы знаете, думаю, ведь там коллеги, а три суди. И я надеюсь на их совесть. И они это подтвердили. Ну что ж, продолжим разговор после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите Телефорум. Наша тема сегодня «Мусорное дело» называется. Обсуждаем, как жительница города Владимира Светлана Дмитриевна Стрельцова выиграла иск у биотехнологии. Ну, тогда продолжаем. Итак, иск в вышестоящую инстанцию. Один. Заседание сколько? Одно. Одно заседание. И признано. То есть принято решение операционной коллегии Владимирского областного суда отменить решение Октябрьского районного суда признать незаконными действия регионального оператора по обращению с ТКУ компанию ООО биотехнологии и обязательно сделать перерасчет за неоказанные услуги с января по апрель 2020 года в части неоказания услуги именно по обработке, так называемой сортировке мусора, который не проводился на территории города Владимира на станции общества с ограниченным ответствием МПС на улице Добросильская. Соответственно, теперь на основании данного решения биотехнологии должны сделать перерасчет и вернуть деньги. Либо за честь часть этих денег, но эти деньги в счет следующей платы. Когда состоялось заседание? Когда вынесено решение? 18 ноября. 18 ноября. То есть решение уже вступило в силу или еще может быть обжаловано? Оно вступило в силу в момент вынесения решения операционной коллегии Владимирского областного суда. Да, его можно обжаловать уже в конституционную коллегию, но оно вступило в силу. И мы ожидаем, что в квитанциях, которые у нас сейчас получат Светлана Дмитриевна, там уже будет сделан перерасчет. А для нас самый главный вопрос... В рублях. Вот сколько это в денежном выражении считали? Вы знаете, я вот живу одна и прописана одна. А вы понимаете, когда вот дети, трое-четверо детей, ведь получается 50% тарифа они брали неправильно. Они должны это вернуть. И поэтому дело не в деньгах. А почему такой недобросовестный, я бы вот с моей точки зрения наглый, вот как бы предприниматель пришел на рынок. Вот это для меня удивительно. Неужели вас не понимают, что в диалог надо вступать, надо объяснять. Вот мне никто не объяснил, почему кого-то, допустим, взять даже пассажирские перевозки авто. Вы вспомните, когда приехала в этот город, как ходили автобусы. Вот мой 28-й автобус. Как он ходит сейчас? Это полчаса, 40 минут нужно. Где вот эти... Почему честные, порядочные, которые любят население и рад этим услугам, их убирают с рынка, а приходят вот такие, как биотехнологии, которые, извините, которые два слова не может связать на митинге, и только сказал, мы пришли наводить порядок. Какой порядок? Вот скажите, смотрите, Светлана Дмитриевна, перерасчет мы ждем, то есть еще пока говорите рано. Сама содержание сейчас мусорной площадки вас устраивает? Нет, нет. Во-первых, ободранные вот эти, как называется, мусорные контейнеры. Во-вторых, вы поверьте, вот вокруг контейнеров с четырех сторон иногда невозможно подойти. Это как? Такого не было. Вы спросите у любого на улице, на нашей, на Луначарского, спросите, что было и как стало, и за что мы должны платить. Даже первые 50%, не те, которые они не делают, значит, транспортировки вовремя не было, но сейчас они более-менее вывозят. Но кто же будет вот этот весь мусор убирать? И почему такие деньги? Они растут постоянно. По-моему, мне сказали опять повышение. Вот было 90%, по-моему. Да, Альберт, прокомментируйте, еще будет? Ну, смотрите, у нас сейчас компания биотехнологии подает документы на проведение, на увеличение тарифа планового с первого ряда. От того, что вот мы платили в 2020 году. Денегам не хватает по большому счету, не считают во всяком случае. Но у нас есть хорошая новость для жителей. Первое, это только что закончилась проверка Центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы в Департаменте ценно-тарифов Администрации Владимирской области. И там проверялся в том числе порядок и процедура установления тарифов для компаний биотехнологии. И по нашей информации, пока, к сожалению, не подтвержденной, сотрудники Центрального аппарата ФАС нашли нарушение в процедуре установления тарифов. С чем это было связано? Они должны были нанимать перевозчиков, причем нанимать их по конкурсу. То есть они должны были сказать, что мы объявляем конкурс, кто будет нам возить этот мусор в городе Владимир и в других населенных пунктах зоны номер 2. Соответственно, была вероятность того, что придет большое количество перевозчиков и скажет, мы будем как бы возить. И, соответственно, они стали соревноваться по уменьшению цены. Как мы видим, этого не произошло. То есть были назначены собственные компании, собственный автотранспорт был закуплен. Соответственно, мы получили стоимость услуги, которую они сами себе и назначили. Это нарушение. По действующим процедурам и законодательству Российской Федерации должно быть проведен быть конкурс. Сотрудники ФАС установили. И мы надеемся, что в результате тех предписаний, если действительно информация будет подтверждена, центральный аппарат ФАС даст указание пересмотреть, в том числе и тариф, который был утвержден, который мы доказывали, что он утвержден незаконно, а не обоснованно, и он завышен сам по себе. Мы видели, что, по сути дела, на коленке нарисовали расходы. И, соответственно, получилось, что вот такая сумма. Мы же увидели, что в некоторых семьях увеличение произошло в 3-4 раза. Слушайте, а лучше-то ведь не стало. Светлана Викторовна это подтверждает. То есть до этого было комплексное обслуживание площадок, мы платили меньше, теперь этого нет, платим больше. И по факту стало хуже. Вы знаете, я всегда вспоминаю в этом отношении слова Алексея Владимировича Конышева, бывшего вице-губернатора Владимирской области, который мне говорил много раз. Альберт, если реформа хорошая, то житель ее не почувствует. А вот если реформа направлена против человека, и она неправильная, то житель, в первую очередь, почувствует на себе, на своей собственной шкуре эти последствия. Что и мы видим в данной ситуации. Причем могу сказать, что на самом деле не по всем зонам это происходит, такая ситуация. Мы видим, что по зоне номер один, где работает Харти, там нареканий меньше. Да, там много вопросов связано с завозом московского мусора на территории Кольчугинского, Александровского, Петушинского, Собинского района. Но там-то как-то по-другому это все проходит. А здесь мы видим, что этого нет. Второй вопрос. Светлана Дмитриевна, скажите, у вас на территории контейнной площадки стоит контейн для раздельного сбора мусора? Да нет. У нас рядом стоял, рядом, вот через два дома. Вот раньше было, даже так мы радовались, думали, скоро и нам поставят. Это Михайловская улица, последние уже дома, 53-й, по-моему, дом этот. И туда мы тоже приносили мусор. Вот, знаете, такой порядок был. Вот, просто было радостно утром пройти. Ну, это вы имеете в виду, что контейнер стоял в прошлом году. Да, конечно. Сейчас, когда поменялся оператор. Что там творилось с 1 января, это вам не передать. Сейчас нет контейнера для раздельного сбора мусора. Нет, сразу их убрать, да. В нескольких двух местах в нашем районе стояли такие раздельные. Люди уже просто умничают. Вот в течение недели, даже меньше, за 3-4 дня наполнялись вот бутыли отдельно. То есть люди уже были готовы расстелять мусор, уже были готовы. Да, да, они были готовы. Сейчас этого нет. Эти контейнеры убраны. Елена, а самое интересное, знаете, вот вопрос, связанный с установкой контейнера для раздельного мусора, почему это важно, да? У нас сейчас вносит и заменяет территориальную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ну, то есть это, по сути дела, вот план и программа, а как у нас будет мусор забираться, куда он будет вывозиться, складироваться. То есть ради чего все это создавалось? Да, для чего было затеяно. А почему для нас это принципиальный момент? Вот в новой территориальной схеме предусмотрено строительство новых объектов мусоросортировочных, мусороперерабатывающих, причем дорогостоящих. Могу сказать, что станция мусоросортировочная в среднем правильная, я увидел такие правильные станции, допустим, в Чебоксаре, она стоит порядка миллиарда рублей. При этом мы сразу понимаем, что этот миллиард заплатим мы с вами. То есть он ляжет в наш с вами плату за обращение с твердыми коммунальными отходами в платежки ежемесячные. Так вот, самое интересное, что это можно двумя способами сортировать, сделать так, чтобы меньше мусора ехало на полигоны. Либо это сортировать на мусоросортировочной станции, которая у нас существует в городе, но которая не работает с января по апрель. И самое главное, сейчас не работает с сентября месяца. Она уже опять не работает там. То есть опять туда не возят мусор. И это не причина остановки работы самой мусоросортировочной станции. Это причина, по которой биотехнологии туда не возят. Им дешевле возить сразу на полигон. И второй вопрос, как это сделать? Устанавливать контейнер. Когда мы сразу с вами сортируем бумагу, стекло, пластик, соответственно, железо. И не надо строить дорогостоящих объектов. Так вот, в территориальной схеме там делается упор не на то, чтобы ставить контейнеры для разделенного сбора мусора, а на то, чтобы построить крупные такие заводы мусороперерабатывающие, мусоросортировочные. У нас запланирован завод мусоросортировочный на полигоне Маренко. Второй. То есть у нас первый не используется. Они решили построить второй. При этом самое интересное, искусственно уменьшается количество мусора, которое должно завозиться через сортировку на Добросельской. А там раньше должен быть весь мусор проехать из Владимира через эту мусоросортировочную станцию. Теперь только 40 тысяч тонн. Это приблизительно одна треть от общего объема. Но при этом будут закладываться расходы на строительство, наверное, под миллиард, которые мы с вами оплатим, собственно, карман на строительство мусоросортировочной станции на Маренке. То же самое по зонам номер один, допустим. Планируется новый мусоросортировочный комплекс в Александрове, где уже есть, в Петушках, на, соответственно, свалке в Бабанино, в Киржаче. Там полигон должен будет быть уже закрыт, то есть рекультивирован. Там они дополнительно добавляют 10 гектар и строят мусоросортировочную станцию. Жители и депутаты задают вопрос, слушайте, а мусоросортировка для чего нужна? Для того, чтобы больше захоранивать? Так этого мусора недостаточно, маленькое количество едет. Значит, соответственно, для того, чтобы больше возить мусора из Подмосковья. То есть наш регион, давайте скажем честно жителям, превращает в помойку для московского мусора. Это вот мое мнение, я от него не отрекусь. И самое главное, мы договорились с активистами из Петушинского, Александровского, Киржачского, Собинского района. Знаете ли еще о чем? Мы сейчас, наверное, сделаем проще. Вот наши пикеты, обращения не имеют никакого значения. Мы сейчас будем собирать подписи за возбуждение уголовного дела в отношении руководства Департамента природопользования. Конкретно в отношении директора Клименко Татьяны Львовны возбуждение уголовного дела. Во-первых, по нецелевому использованию бюджетных средств на корректировку территориальной схемы, в нарушении всех норм и правил. Второе, соответственно, в отношении этого Департамента, за то, что они превращают, по сути дела, вот всю ту западную часть в полигон для московского мусора. Слушайте, мы не для этого реформы затеяли. Не для того, чтобы в нашу область ехал московский мусор. Обязательно будем следить за развитием событий. Не так много времени, буквально 4 минуты остается. Звонок телезрителя был, вот мне подсказывает, Танеева 38, управляющая компания не платит, это вопрос к вам, Альберт, не платит, 3 месяца не убирает ничего и не платит уборщицам, ну и, как я понимаю, персоналу. Вот здесь, что бы вы порекомендовали, что бы посоветовали бы сделать? Это проблема. Смотрите, в связи с пандемией, коронавирусом, фактически, государственная жилищная инспекция приостановила свою работу, будем откровенны. То есть проверки, как таковые, запрещены. Только если они не угрожают жизни и безопасности, здоровью граждан. Соответственно, все остальные проверки, это в формате, мы увидели нарушение, пальчиком вам погрозили, и попросили вас устранить нарушение действующего законодательства. Единственный способ здесь повлиять на недобросовестную управляющую организацию, ну, придите к нам, и мы, соответственно, с органами прокуратуры, которые работают, в отличие от органов государственного жилищного надзора, сможем призвать к ответу данную управляющую организацию. Ну и что ж, и чтобы, как говорится, подвести итог сегодняшней программы, один, одно решение есть. Как я понимаю, это прецедент, да, как говоря юридическим языком сейчас. Что возможно для жителей города? Ну, смотрите, мы получим сейчас решение Владимирского областного суда и направим обращение в адрес прокуратуры, который до этого, к сожалению, не увидел нарушений в действиях регионального оператора ПТКО, для того, чтобы они вышли с мерами реагирования в отношении биотехнологий и обязались сделать этот перерасчет в пользу всех жителей. Если же этого не будет сделано, обращайтесь к нам, по аналогии, как бы мы вам поможем подать иск и, соответственно, выиграть этот суд. И вам будет сделан перерасчет. А что, выгодно ли подавать коллективные иски? Ну, на мой взгляд, как бы вот такая форма защиты права жителей появилась, это можно сделать, но этот процесс немножко более трудоемкий и сложный сам по себе. То есть мы поэтому как бы вот помогли, ухватили сильно за эту идею, что на примере Светланы Дмитриевны как бы показать всем остальным жителям и, может быть, добиться реагирования со стороны надзорных органов, чтобы они увидели, что суд, если примет по сторону жителей, соответственно, необходимо все-таки реагировать. И мы все-таки надеемся, что органы госжилонадзора, департамента ЖКХ, департамент санитарев, природопользованный департамент все-таки отреагируют и заставят биотехнологии в добровольном порядке сделать перерасчет. Ну что ж, с нетерпением ждем перерасчета. Светлана Дмитриевна, спасибо вам большое за вашу активную гражданскую позицию, которая, я надеюсь, сохранит деньги всем владимирцам. Напоминаю, наши гости сегодня это жительница города Владимира, неравнодушная Светлана Дмитриевна Стрельцова. Еще раз спасибо вам, Светлана. И руководитель ЖКХ «Контроль» Альберт Русанин. Спасибо вам, Альберт. Спасибо. А я напоминаю, что эти и другие наши программы вы всегда можете посмотреть и на нашем сайте www.variant-rv.ru На сегодня это все. С вами была Елена Панина.